Всем привет! Сегодня 8 апреля 2023 года, и это значит, что завтра в Польше будет один из самых больших христианских праздников – Велканус. Пару лет назад мне было интересно, почему в Польше это называется Велканус, в то время как в Украине это именуется Велыгдань. Я хотела поискать различия в интернете, но так и не нашла, поэтому, если вы знаете, я буду рада их почитать в комментариях. Большинство местных жителей предпочитают в длинные выходные проводить время с семьей и уезжать куда-либо за город, и, скорее всего, так мы и поступим сегодня. Я, кстати, здесь записываю вам видео не одна, а со своим милым помощником, который не может оставить меня одну, если я нахожусь на террасе. Уезжать мы, правда, будем не на все выходные, а всего лишь на пару часов и в субботу. Все потому, что завтра мы собираемся с нашими друзьями. Что нужно знать? Сейчас суббота, вторая половина дня, и многие магазины, супермаркеты сегодня не работают. Соответственно, с субботы после обеда, все воскресенье и весь понедельник все будут отдыхать и наслаждаться праздником. Так как с Пасхой в Польше мы сталкиваемся не в первый раз, уже несколько лет мы празднуем два раза в год ее, а закупы мы привыкли делать заранее, поэтому уже в четверг у нас было все закуплено, потому что в пятницу ассортимента становится все меньше, но в субботу, когда все работает полдня, очереди слишком большие. Перерыв на птичку. Где птичка? Если вы видите ее, маякните, потому что я пока не вижу, но кот явно что-то видит. Опыт прошлого и прошлогоднего года научил меня не гривсти все сразу с полок магазина, включая сладкое, потому что в прошлом году у нас была бабка и маковец, и мазурек. В этом году, учитывая, что мы еще будем праздновать Пасху, которая будет через неделю православную, мы заказали Пасху, и просто купили мазурек в пекарне, которая находится на первом этаже нашего района. Вот такой вот прекрасный половина мазурка, он был полный, и стоил он, кажется, 24,99. Да, инфляция повлияла и на мазурек, но традиции надо кушать. Еще в этом году я была более продуманной, и заранее купила вот такие вот наклейки на яйца, и даже нашла какую-то краску на яйца. Не знаю, буду пробовать, возможно, сегодня даже вечером будет этот весь процесс происходить. Хотела вам показать пустые улицы, но люди еще пока есть, ладно. Наврала, наврала, что все уезжают. А вот касательно цен, не навру, какие-то там исследования показали, что пасхальные продукты или как продукты типичные на Пасху стали на 30% дороже, а яйца даже на 50%. Так что такие вот дела. Да, инфляция есть, никто этого не скрывает, и что меня, наверное, радует в этой ситуации, что об этом говорят. И, как мне кажется, общественный негатив формирует изменения. Поэтому ждем их и смотрим светлое будущее. А куда же мы, собственно говоря, едем? А едем мы в небольшой городок, который находится под Вроцлавом, чтобы пройтись погулять, насладиться атмосферой и приехать домой уже в ожидании праздников всех. Новый трамвай, и мы приближаемся к самому крайнему району Вроцлава, если смотреть на западо-север города. Поправочка. Если смотреть на северо-запад города, то вот этот мы сейчас едем на район Лешница. Его моменты я вам тоже покажу. Возможно, кто-то из вратславян даже не был на этом районе, так как это раньше была отдельная местность, и присоединилась она к Вроцлаву. Вот здесь вот будет написано, в каком году. И вот мы въезжаем в Лешницу, где будет справа очень красивый замок. Советую его посетить в любое время года, в принципе. Ну, а сами улицы, дороги немного требуют ремонта. И вот замок. Так вот, сами дороги и улицы, да, требуют немного ремонта, но не все сразу, как говорится. Но потихонечку какие-то фасады переделываются. На районе есть несколько очень достаточно крупных супермаркетов. И чем еще хорош этот район? Наверное, выходом в парки, в зоны отдыха, которых здесь большое количество. Вот, кстати, это то, о чем я говорила. Парков и лесов здесь большое количество, и они в разных областях этого района. И даже внутри района, где более такой жилой сектор, одноэтажная Польша, тоже имеется очень большое количество парков. Что мы видим, немножечко выезжая из Вроцлава всегда. Помимо хорошей качественной инфраструктуры за городом, это большое количество складов, фабрик, транспортных капов. И, в общем, громоздких помещений, в которых очень много разных производств и понятно, чего находится. Итак, мы въехали в городочек Волу. Сразу нас встречает определитель скорости. И, ну, блин, довольно-таки красивые краевиды. Очень красивые частные дома, много зелени. И даже небо немножечко подыграло, потому что во Вроцлаве оно всегда такое сероватое. В последние дни вообще на Вилкану немножко с погодой. Плохо все с погодой получается во Вроцлаве, но ничего, мы к дождю привыкшие. А здесь и небо даже голубее. Так как сегодня магазины не работают, потому что уже вторая половина дня субботы, можно припарковаться на парковке Бедронки. Ну, кстати, пока я на фоне супермаркета, поговорим о еде. В прошлом году у меня было вдохновение, я готовила журек, у нас были белые колбаски, еще там всякие вкусности традиционные. И, как я уже говорила ранее, всякая выпечка. В этом году решили немножко быть поскромнее, поэтому в списке этого всего нет. Будут только шашлыки. Не совсем традиционно. Это далеко не главная улица, но здесь уже есть велополоса и пелоса для пешеходов. А вот так вот выглядит школа. Ну, в принципе, как и во Вроцлаве. Мы продолжаем. Приятно удивляться здесь инфраструктуре, что дороги, что дороги для пешеходов. Вам не видно дымки, но нам ее очень слышно. Она очень воняет, но зато вам видно вот такой вот детский... Почему детский? Просто спортивный комплекс, который здесь расположен. Несколько площадок, которые в выходной день активно используются. Это радует. И флаг в УКС Членска, не знаю, наверное, футбольной команды. Или баскетбольной, спортивной. И вон там дальше еще видно, что большой стадион. Вот там. Классно. У нас здесь небольшая остановочка и карта роверовых велосипедных дорог. Зеленые и синие – это все велосипедные дороги. И вот этот вот городок Волуф, вот видите, его контур красный, в котором живет всего лишь 12 300 человек, имеет такую развитую инфраструктурную велосипедную среду. Это вот немножко провокационное на самом городском стадионе изображение. Я комментировать не буду. Но те, кто понимают, о чем речь, что такое красисходность, и кто-то хоть раз слышал, то, я думаю, по картинке поймут. Такое тоже бывает. Не обращая внимания, живем дальше. Очень тихо. Я не знаю, то ли Пасха, то ли всегда здесь так тихо, что не делает этот городок хуже. Но большое количество брусчатки, что первое падает так в глаз, впечатляет. Я на фоне флагов хочу сказать, что хотелось бы где-то здесь сесть перекусить, но я здраво понимаю, что, возможно, все будет закрыто. Но если что-то найдем, было бы очень, конечно, неплохо. И мы продолжаем двигаться на рынок. Но если ничего не найдем, выход во всех городах Польши максимально простой. Это жабка. Люблю жабку за то, что ты, в принципе, примерно в любой точке Польши, где бы ты ни находился, ты знаешь, что ты можешь перекусить. И вот интересный факт. Многие знают, что в жабке очень дорого. Но я люблю в жабке есть такие канапки, которые по два поддаются. Если здесь найду, фотография здесь будет. Так вот, вчера вечером мы ездили по городу Павроцлаву, и уже было поздновато. Мы заехали на заправку и купили же такие же канапки, которые стоят в жабке. 8,99 под 10 золотых за 18,99. Так что не так уж жабки и дорого, если сравнивать не с большими супермаркетами. Очень красивая архитектура с немножко некрасивым паркингом. Но вообще я заметила, что это проблема всех небольших городов, что в центре они ставят паркинг, и для них это нормально. Он, скорее всего, платный. Сегодня я думаю, что он бесплатный, но машины, конечно, сразу создают такое впечатление спорное. А как мы и подразумевали, здесь немножко тихо и безлюдно, но очень много красивых исторических деталей, на которые стоит обратить внимание. Допустим, вот эти вот двери, и вон там соседние были двери очень красивые. И здесь такая полукруглая улочка, которая не всегда типична польским городам. Но, кстати, вот этот вот город очень похож на Колобжех, детальнее о котором вы можете посмотреть. Вот в этом вот видео будет здесь подсказочка. Не сам город Волув похож на Колобжех, а вот эта вот улочка, которая такая, она немножко закруглённая. Такую я ещё видела на Кипре, в Колобжехе и вот в Волуве. Но так как, скорее всего, это всё наследие какой-то ещё немножко немецкой истории, немецкой архитектуры, то имеет место быть. И да, если вам интересно, перейдите, посмотрите видео про Колобжех. Она тоже интересная. Ну или вот, посмотрите. Какая красота. Согласно Википедии, Волы как раз символ города Волув. И вот мур, на котором они стоят, 1285 года. Красиво? Красиво. Почему-то мне сразу в глаза бросается чистота города. Скорее всего, 90% здесь людей, которые здесь проходят каждый день, местные жители, которые не приезжают из других городов, чтобы работать здесь, туристов не такое большое количество. Соответственно, здесь очень чистые улицы. И вот прям, я не знаю, я бы не сказала, что у Рослов грязный, но ты это просто вот замечаешь, глядя на вот эти вот улочки и город в целом. Я думала, что это какой-то небольшой скверик перед незначительным замком, да, как бы в небольшом городке. А это, оказывается, здание полиции. Вот так вот, ребята. Здесь очень большое количество вот таких вот старых паласов, назовём их так. А также активно строится новая девелоперка. Вот здесь вот на баннере написано, что здесь повстали новая инвестиция. И там уже несколько домов. Ну, немножко в одном стиле, но симпатичные, довольно симпатичные. Вышли мы уже с реставрацией такой семейной, очень уютной. Здесь солнышко вышло, всё так красиво и прекрасно. И вот сзади меня, надеюсь, экспозиция позволит понять, вот такие вот квартирные дома, причём в новом комплексе. И так это всё тихо, уютненько, прекрасно. Ну, в общем, сами посмотрите, на эту внутреннюю улицу хочу. Вот это вот мы идём на велодорожки, но она такая не совсем понятная и правильная. Но в целом атмосфера такая вот прям вот приятная. Вот и ещё одни много... Немного этажки, просто квартирные дома в таком более новом комплексе. Тоже неплохо. Вообще, я только что поняла, что погода очень сильно располагает. И так как вышло солнышко, начали петь птички, и здесь всё так тихо и прекрасно, то кажется, что и городок такой милый. Он и есть на самом деле милый, но, возможно, если бы был дождь или моросило, то он бы не казался таким живописным, что ли. Вот как будто хочется сюда приезжать, к своей бабушке на выходные. Ну, сами посмотрите. Такая вот дорога, всё в зелени. Сейчас ещё деревья зацветут. Очень много новых хороших домов и очень много таких уже устойчивых старых домов с красивыми крышами, на которые хочется смотреть, оценивать, как все мы любим ходить и оценивать, и просто наслаждаться гулять. И очень много велодорожек, потому что такой город достаточно спортивный. Несмотря на то, что сегодня выходной, мы уже видели большое количество людей на велосипедах. К слову, о красивых домах. Ну, посмотрите на эту прекрасную улицу. Мы никак не можем с неё уйти, потому что она какая-то вот очень живописная и красивая. Такой вот забор из ёлочек. Очень много мест для гуляния. Допустим, вот даже вот такие вот исторические здания есть в Олуве. А я напомню, 12 тысяч человек. А это уже какое по счёту здание. Так, это у нас получается лицей. Так вот хорошо, ухоженно и прекрасно выглядит. А по идее за лицеем начинается красивый парк. Очень-очень большой, который переходит ещё и в лес. А с этой стороны тоже красота. И в целом приезжайте в Олув. Здесь красиво. Можете даже обучаться здесь. Лицей упирается в ещё один красивенный спортивный комплекс в виде футбольного поля. Извините, что так видно. И там вот за ним какая-то речушка, потому что видно ров. Ну, а если так посмотреть назад, то здесь тоже красивый костёл. И уже так солнышко садится. Птички и солнце делают такой интересный вид. Так, мой телефон уже сел. Я уже взяла телефон молодого человека, поэтому давайте, наверное, заканчивать. Что я могу сказать? Я не ожидала, что мне так понравится. Маленький городок. Здесь очень чисто, красиво, уютно для меня. И знаете, создаётся какое-то впечатление комфорта и безопасности даже. Почему-то мне кажется, что здесь безопасность процентов 90 может быть и выше. И что ещё хотелось бы отметить? Что город такой вот прям, знаете, пешеходный-пешеходный. Мы вот только что обсуждали. Очень много брусчатки, которая как-то располагает на хождение, не на езду на машине. Вот. Поэтому, если вам нравятся маленькие города, если вы хотите посмотреть на Польшу не только Краковом, Варшавом, Бродсовом или Познанью, то приезжайте и обследуйте. Это реально очень красиво, и без каких-либо эмоций вы точно не останетесь. Ну и давайте ещё напоследок покажу вот такую вот мини-площадь. Она находится не совсем на рынке, потому что, вот, видите, на рынок идти туда. Да-да-да, вот ещё что нужно отметить. Здесь очень маленький процент домов, которые требуют реставрации. То есть очень много домов отреставрировано, и они выглядят как-то хорошо. Вместе с солнышком это всё очень привлекает переехать сюда или хотя бы переезжать чаще. Как вам этот городок? Пишите в комментариях. Это случается, когда ты приезжаешь в Новый Город, потому что ты думаешь, что это не самый центр, а это самый-самый центр, поскольку это является ратушей. Но вы всё равно пишите в комментариях, как вам этот городок и как вы празднуете Пасху.